Привет! Ну что, продолжим мое видео с моими отзывами о ранее совершенных покупках с Валперис. Я вам еще несколько своих товаров подготовила. Вот такая вот банка для сыпочек. Здесь у меня килограмм муки. Это банка на 2 литра. Это стеклянная крышка, очень плотно закрыта. Здесь резиночка. Такая вот крышечка. Вот так вот сама банка выглядит. Здесь ровно килограмм муки. Как вот купила, пересыпала килограмм и все. Хотя банка на 2 литра. Вот так вот пониже опустила, чтобы вы увидели, сколько еще тут места. Но 2 килограмма, как вы понимаете, не поместится. Вот такой вот контейнер для круп на 1 литр и 65 миллилитров. В наборе 4 штуки. Там еще и было и больше. Крышка бежевого цвета. Вот тут вот только с одной стороны открывается. Сейчас у меня тут рис. И полностью открывается крышка. Тоже плотно закрыта. Тоже довольно. Вот такой вот подсвечник. Здесь у меня уже, ну естественно, я пользуюсь. Здесь у меня таблетка, свечка. Сейчас вытащу. Сюда входит. Это у меня маленькая еще таблетка. Есть еще побольше таблетки. Вместится и побольше размеры. И вот тут еще углубление. Еще такая вот свечка, которая, знаете, длинные такие, высокие свечки, тоненькие. Вот если накапать вот в это отверстие, то свеча будет держать. Но я не пачкаю подсвечник. Мне и таблетки устраивают. Вот такой вот в виде кристалла подсвечник. Вот я на ладонь положу. Небольшой. Вот так вот выглядит. Сейчас свечу зажгу. И посмотрите, как будет. Вот так. Ну, вам отсвечивает. Сейчас поставлю. И так вот будет лучше видно. Сейчас она разгорится. Ну, конечно, не как костер разгорится. Но, тем не менее. А, кстати, зажигалка. Вот удобно такими зажигать. Это с фикс прайс. Это с фикс прайс. Вот такая вот свечка. Поближе вам поднесла. Так, ну, продолжим. Вот такая вот туалетная водичка. Ручка. Или как там правильно называется. Уже давно заказывала. Это свежий аромат летний. Ну, я иногда и зимой душусь. Вот сегодня на работу им душилась этим ароматом. Вот так вот. Коверкать не буду сама читать. Вот я вам. Ну, как обычно, телефон. Вот. Ну, еще вот столечка осталась. Сейчас покажу, как распыляет. Держится, ну, не то чтобы целый день, но полдня точно держится. Так, как это туалетная вода. Пахнет очень-очень приятно. Очень-очень свежо. Дальше. А, я сказала, здесь объем 17 миллилитров. Вот такая вот машинка для удаления катышек. Xiaomi. Вот тут включение. Я сейчас включу, чтобы вы звук услышали. Вот так вот. Громко довольно-таки. Громко работает. Ну и ладно. Это отсек для собирания, ну, всех этих катышек. Вот. Ну, для чего внизу дырочки? Я не знаю, чтобы все, наверное, сыпалось через них. Не знаю. Для чего. Я довольна им, если по-честному сказать, из 100% на 90%. Вот сейчас откручу. Вот такие вот тут лезвия. Так. Само устройство для зарядки. Провод USB. Ну, а вот сюда вот подсоединяется этот провод. Вот. Ну и последняя моя приобретенная покупка ранее. Многие уже эту покупку знают. Наверное, сейчас увидели. Скажем, вам надоело. Это ручной пылесос для автомобиля. Туда вот ходила еще сумочка вот такая. Вот. Я вот так вот и храню вот в этой вот сумочке. Так. Сейчас открою, покажу сам пылесос. Он вообще незаменимый помощник. Вот так выглядит сам пылесос. Вот. Фильтр внутри. Я после каждого применения мою фильтр. Вот так вот он открывается. Сейчас. Фильтр достается, тянется в эту сторону. Промывается. Я все промываю. Я не боюсь этого. И потом просто сушу, пока не высохнет. Вот тут до щелчка. Вот сейчас еще раз. Вот до щелчка. Вот это. Включается кнопка включения. Сейчас включу. Вы послушаете звук. Вот. Не такой, как напольный, конечно, шум. Но тоже шумит. Покажу сейчас, что входит в этот пылесос. Какие насадки. Вот такая вот насадка. Я пылесошу ей мягкую мебель. Удобно. Кресло моей кошечки Люси. Когтеточку, где она спит. И когтеточек. База пасных фильтра. Кстати, я только что обратила внимание. Они какие-то разные почему-то. Один такой, другой такой. Странно. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Ну, а так вот такие вот они. Так, вот такая вот еще насадка пушистая. И обычно я по таким твердым поверхностям ею пользуюсь. Ну, ладно, пусть лежит. И... А, вот. Вот такая вот насадка. Это хорошо вот щелю там, где узкие пылесосить. Ну, многие знают. Достаточно у этого пылесоса насадок. Шланг вот такой вот. Ну, он не раздвигается. Он просто вот так вот. Вот. К этому шлангу вот такие вот, как они называются. Забыла. Я думаю, вы меня понимаете. Они подсоединяются. Я этим шлангом всего один раз пользовалась. Так что сейчас пока не могу сразу подсоединить. В общем, вы поняли. Забыла, как они розетки. Я не помню, как они называются. И, естественно, само зарядное устройство. Тоже USB. Заряжается у меня, но я так-то нормально пылесошу. Я диваны и даже напольные ковры пылесошу. И заряжает у меня, наверное, часа... Ну, я не засекала, но часа два-три заряжается до полного заряда. И вот такая вот инструкция. Я не выкидываю пока пылесос. Вот. Вот тут все написано. И недорогой. Все ссылочки, если кого-то заинтересует, будут внизу в описании под видео. Так. Ну, я сейчас вам насадку покажу, как она надевается. Вот. Так. Вот. Все. Насадка готова. Я очень довольна шерстью. У меня же есть кошечка. Шерсть семечать. Да и не только шерсть и пыль, и мелкий мусор пылесосит. Ну, все. Сегодня я заканчиваю мои отзывы. Не забывайте, и я не забыла, будут еще и видео. Мои домашние видео я не забросила это снимать. Все. Так же будет и обзоры с моими покупками. Вот, кстати, завтра или послезавтра выйдет обзор с FixPrice. Ну, там будут только такие покупки, которые мне нужны. Ну, все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok